друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш youtube канала market составляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки также снова напоминаю что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный telegram канала market с торговыми идеями в котором на ежедневной основе мы размещаем большое количество аналитического контента как дополнительная помощь и поддержка вам в принятии торговых решений ну что же мы постепенно движемся по неделе ждем очень насыщенный четверг когда будут опубликованы данные по индексу потребительских цен сша это важнейший хим индикаторша именно инфляции который и ассоциируется собственно с данным показателем для нас это еще и ориентир будущих действий американского регулятора по корректировке денежно-кредитной политики и повышению процентной ставки перед тем как мы непосредственно переключимся на ожинание по доллару и американский фундаментальный фон хочу обратить ваше внимание что сегодня на повестке экономического календаря значится также несколько отчетов на которые мы должны обратить внимание это блок данных по английской экономики в частности в 600 по gmt выйдут данные по темпам экономического роста и промышленному производству ранее мы обсуждали перспективы британской валюты и на фоне крайне удручающей недальновидной и простите за такое слово глупой хим фискальной политики которая сейчас проводится новоиспеченным премьер-министром англии я считаю что дополнительно сигнал в виде слабой статистики может только усилить распродажа фунта которые продолжаются уже не первый день по хронологии дальнейших событий в 9.00 по gmc выйдут данные по промышленному производству еврозоны европейская валюта сейчас котируется на отметке 0 97 11 уже неоднократно тестировала поддержку 0 97 но то что покупатели никак им не удается перехватить инициативу продавцов все это доказывает то что евро пойдет ниже и каждый релиз такого формата как состояние отдельного сектора европейской экономики вполне может потянуть на статус вот этого необходимого катализатора для движения ниже планки 0 97 после этого в 13.30 по gmt выступление главы европейского центрального банка кристин лагард интересно понять какую задачу она будет выполнять сегодня добиться эффекта того чтобы курс европейской валюты вырос либо все-таки отметить рынком еще раз подчеркнуть что выжидательная позиция европейского центрального банка и явно отстающий характер решений по ужесточению политики по сравнению с действиями других центральных банков развитых стран это решение осознанное которое делалось во благо экономики потому что приоритетом для европейского центрального банка остается не борьба с инфляцией а все-таки поддержание стабильных темпов экономического роста в общем сегодня в 13.30 по gmt мы поймем в принципе какой эффект будет оказана европейскую валюту но при всем уважении к лагард я считаю что у нее не хватит сил чтобы сломить вот этот нисходящий тренд который давно назрел по главному валютному риску и помочь на покупателям вернуться на рынок чтобы те смогли снова бороться за значение политета это маловероятно потому что сейчас балом правит американский доллар и пока мы с вами не перешагнем через данные по инфляции которые выйдут завтра и через ноябрьское заседание американского регулятора который состоится 2 ноября безусловно отказываться от идеи покупки доллара это тоже недальновидное решение и под занавес сегодняшнего дня в 18.00 под gmt будут опубликованы протоколы последнего заседания американского регулятора вот прям предлагаю на этом отчете перейти непосредственно к индексу доллара который сейчас котируется на отметке 100 дрина 1312 целом остается на максимум которые были достигнуты в начале этой недели и ждет дополнительный отригер протоколы это по сути дорожная карта того что было сказано озвучено во время последнего заседания американского регулятора я думаю что у нас не осталось с вами пробелов понимание того что имела ввиду федрезерв анонсируя опять же готовности активно бороться с а инфляцией ужесточая монетарную политику и уж точно не осталось пробелов у хотя тех кто разделяют мою точку зрения согласно солидарной со мной что доллар заряжен на рост и пока американский регулятор не начнет смягчать свой настрой либо не перейдет в режим ожиданий и мониторинга ситуации это возможно только лишь в середине следующего года доллар сохранить восходящую динамику я думаю что протоколы сегодня еще раз напомнит всем тем трейдером которые следят за долларом на почему он сейчас растет почему фрс настолько жестко настроен бороться с инфляцией и я рассчитываю на то что еще до завтрашнего отчета по инфляции по индексу доллара мы увидим более высокие значения поддержку доллару также оказывает рост доходности американских облигаций тотальное нежелание трейдеров рисковать учитывая то что в мире идет война это действительно так нужно называть вещи своими именами и на таком фундаменте рисковые инструменты ну а приори не могут расти вчерашнее выступление представителя американского регулятора лоретта мейстер которая обозначила только один риск для американской экономики так это то что темпы повышения процентной ставки будут недостаточными для того чтобы обуздать инфляцию но опять же читаем между строк и можно сказать что ее голос на будущем голосовании по процентной ставки будет любом случае предполагать активное повышение ставки и в ноябре и в декабре елен которая некогда была на главу американского регулятора подчеркнула что экономика сша сейчас находится в лучшем положении состояние по сравнению с другими развитыми странами я с этим абсолютно согласен именно поэтому я еще раз вам подчеркиваю что при такой сильной фундаментальной поддержки которая сейчас складывается сша прям грех не повышать процентные ставки особенно если фрс хочет и дальше активно бороться с инфляцией немного масла в огонь вчера подлил международный валютный фонд который выступил опять же с большим докладом и обозначил наличие серьезных рисков наступления глобальной рецессии ну мы это знали и так без международного валютного фонда именно поэтому сейчас центральные банки повышать процентные ставки пытаясь остановить рост инфляции понимаю чему это в конечном счете приведет весь этот фон лишь подчеркивать что риск не будет пользоваться спросом а у доллар напротив будет расти поэтому делайте правильные выводы я надеюсь то что вы их уже сделали раньше когда индекс доллара был ниже а рисковые инструменты гораздо выше европейская валюта 097 как уже отметил ждем пробой поддержки 097 движение ниже фунт против доллара 1 10 вчерашний отчет по рынку труда разочаровал потому что вместо ожидавшегося снижения первичных заявок на пособие по безработице примерно на 11 тысячи произошел их рост на 25 тысяч и это говорит о том что буксует уже и рынок труда банк англии в эту пятницу завершит экстренную программу помощи рынка облигаций и я думаю что в пятницу будет очень жарко друзья я ожидаю что прям в пятницу мы увидим еще одну серьезную волну распродаж британской валюты может быть даже с потенциалом захода к уровню 107 банк англии пытался помочь опять же успокоит рынке после инициатив премьер-министра по снижению налогов и анонсированному пакету фискальной поддержки почти на 100 миллиардов фунтов но здесь нужно отметить что банк англии он может лишь помочь снять симптомы но болезнь которая как раз является вот это не пользующаяся популярностью политика по поддержке бизнеса населения здесь нужны конечно же другие уже инструменты для того чтобы вылечить ее частности на данном этапе я обращаю ваше внимание снова что экономические риски настолько значительные что фунту прогнозируют значение паритета и мы тоже не должны игнорировать все возможности ухода этого инструмента к данной оплате рынок нефти 94 доллара за баррель пока что ждем развития восходящей динамики фон немного ухудшился после сообщения о том что в китае фиксируется новые очаги распространения коронавирусной инфекции вновь активно тестирует население в шанхае но мне кажется что это прям уже такая тактика китая что когда цен на них начинают расти а китая один из основных потребителей покупателей нефти они знают как можно повлиять на глобальный рынок нефти такого рода сообщениями потому что если рынок замыкается на идее распространение инфекции к видимо в китае это тут же автоматически возникший риск того что спрос будет снижаться и вследствие этого цена на нефти не на чем расти не обращать внимание на весь этот шум не забывать про решение страна как плюс сократить объем нефтедобычей грядущий дефицит который почти неизбежен и американский фондовый рынок s&p 3617 пунктов по-прежнему ждем этот индекс на отметке 3 500 на этом все друзья большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии всем пока